Как прожить на дивиденды? Сколько для этого надо денег? Давайте прикинем, и чтобы развеять какие-то слухи и сомнения, можно ли прожить на дивиденды и сколько для этого надо. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Многие считают, что пассивный доход на фондовом рынке это дивиденды, купоны всякие и так далее. И что на этом можно прожить, это действительно так, но давайте прикинем, сколько же денег нам для этого нужно. И сейчас я хочу вам показать свой счет, и я хочу показать вам, сколько дивидендов за год, ну просто за год, за 365 дней мне поступило в последнее время. И, соответственно, какова дивидендная доходность вот тех бумаг, которые у меня есть и какие они у меня есть. Итак, давайте смотреть. Вот сейчас вы видите такие столбики, график. Это те дивиденды и купоны, которые у меня были. Значит, смотрите, темно-синий это дивиденды, голубой это купоны. Вот тех активов, которые у меня есть. Ну, первое, что можно сказать, глядя на этот график, вы видите, что столбики разной высоты, и они приходятся максимум на декабрь и на август. Почему такая последовательность? Потому что дивиденды, как правило, у нас в стране выплачиваются два раза в год. В Америке один раз в квартал обычно, и поэтому дивиденды выплачиваются крайне неравномерно. То есть, есть идет годовая отчетность, она где-то вот, ну там в конце года подводится, и за полгода выплачиваются предварительные дивиденды где-то в конце августа. Вот так. То есть, у вас, если вы хотите жить только на дивиденды, то у вас должно быть достаточно много активов, во-первых, а во-вторых, вы должны рассчитывать на то, что они будут поступать крайне неравномерно. Вот что я хочу сказать. Теперь по сумме. Давайте посмотрим. Всего дивидендов и купонов за это время поступило 58 тысяч. Ну, уже неплохо, потому что если мы 58 тысяч разделим на 12, то получится почти 5 тысяч, если сказать, из расчета в месяц, почти 5 тысяч рублей чистый пассивный доход за счет дивидендов и купонов. Вот. Но, если мы переключимся вот здесь на активы, то мы увидим, что здесь средний, средний активы 1 миллион, там 622 тысячи рублей. А теперь посчитаем, сколько же будет 60 тысяч, сейчас я возьму калькулятор, разделить на 60 тысяч, поделить на 1 миллион 622. Ну, я вот тут уже разделил, получается 3,65% годовых, то есть вот дивидендная доходность, доходность за счет дивидендов и купонов 3,65% годовых. И кажется, что это мало, но не забывайте, что за это время сами бумаги тоже растут. Вот в чем дело. То есть я, когда их покупал, например, ну там разные бумаги, сейчас я вам покажу, они были, они стоили очень мало. И поэтому действительно, ну смешно считать, что 3% дивидендная доходность, и это уже много, я вам скажу честно, потому что есть целый ряд бумаг, которые вообще не дали дивидендов. И тем не менее, я их держу, потому что у них есть рост курсовой стоимости. И вот этот рост курсовой стоимости, он, ну обычно, по крайней мере, и в самом начале он выше, чем доход от дивидендов. Вот поэтому, конечно же, бумаги надо держать, потому что, ну вот именно поэтому. Давайте посмотрим вот на мой портфель сначала со стороны общей. Видите, как он диверсифицирован, я его уже показывал не раз. Давайте смотрим, что это такое. Первое, это Автокол на корзину, Газпром, ГМК, Норникель, Лукоил и Яндекс. Это, этот актив приносит мне 23% годовых, до тех пор, пока выполняется условие, что там, так сказать, ни одна акция не упадет ниже, чем, ну я рассказывал, это структурный продукт, он доступен только для квалифицированных инвесторов, я являюсь квалифицированным инвестором, поэтому, ну, в общем сказать, давайте не будем это рассматривать. Ну, к сожалению, сейчас он недоступен неквалифицированным инвесторам. Дает 23% годовых при условии выполнения там условий, там и так далее, я об этом много раз рассказывал. Теперь дальше. Транснефть, акции привилегированные, вот они. Всего одна акция, всего одна акция, давайте посмотрим, за все время, вот давайте посмотрим, за все время, она прибавила 16%, а держу я ее меньше года, там, по-моему, полгода за 16%, вот, и дала дивидендную доходность в районе там 7%, понимаете, то есть дивидендная доходность вот по этой акции 7%, а курсовая разница 16%, чувствуете разницу, да? И она будет давать, смотрите, курсовая разница, то есть я ее купил за там 140, там, по-моему, там 7 тысяч рублей, курсовая, она прибавила, она сейчас стоит 160 тысяч, ну да, и в следующем году я уже буду получать дивиденды от новой стоимости, понимаете? То есть я вложил там 140 тысяч, а уже буду получать дивиденды в следующем году от 160 тысяч. Если она еще вырастет, то значит там, ну, от 200 и так далее. То есть я вложил один раз, акция сама растет за счет курсовой стоимости, есть, ну, как бы доходность и доходность за счет дивидендов, очень хорошая акция. Вот, следующий актив у меня, это РУС-28, та самая облигация, про которую я много раз рассказывал, это тоже одна единственная облигация, в долларах она приносит мне 4,2% годовых в долларах, это та доходность, с которой я взял, если я буду держать ее до погашения, а я ее намерен держать до погашения, вот так. На самом деле она дает доходность 12,75% годовых в долларах, но к номиналу, и стоимость ее сейчас значительно выше, чем номинал, но она будет постепенно к моменту погашения дешеветь, с одной стороны, то есть она опустится до 1 доллара, но до 1000 долларов, то есть я за нее получу 1000 долларов, но при этом не будет налогов никаких вообще, то есть на курсовую разницу не будет на переоценку валют. Сколько будет доллар в 2028 году стоит я, не знаю, то есть я не исключаю, что он вырастет тоже в два раза, почему нет, теперь дальше, дальше снова такой же продукт, банк ФК Открытие, ФКО, БО, ИО, ПО-2, но я об этом рассказывал, это тоже типа структурный продукт или, по-моему, структурный продукт с защитой капитала, и здесь уже тоже, в общем-то сказать, ну, потерь не будет, но здесь доходность будет только через 3 года, известно, вот так, ну, по крайней мере, потерь здесь 0. И дальше уже пошли акции, 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 что у нас здесь? Другое, вот, что такое другое? Другое, это мои активы на срочном рынке, которые, значит, я пытаюсь, чтобы они принесли доходность, но здесь бывает плюс, бывает минус, все бывает по-разному. Дальше кэш идет, российский рубль и доллар США. Вот, соответственно, такая структура портфеля. Заметьте, что вот большая часть, почти половина, это вот эта вот часть, это консервативная часть, значит, дальше процентов 60, это акции, которые дают более высокий доход, и, значит, есть супер рискованная часть, это срочный рынок, который очень волатилен, и который может дать высокую доходность, может дать невысокую доходность. Какой вывод отсюда следует? Отсюда следует вывод, что, да, здесь, смотрите, сейчас давайте пробежимся по тем активам, которые есть, есть, есть какие-то акции, которые выросли, которые выросли за все время, есть какие-то упали, больше всего упала, по-моему, Акадия Фармацевтиклс, вот, вот интересная акция, посмотрите, банковский сектор, у меня представлен, Тинькофф Групп, 333%, то есть больше, чем в 3 раза акция выросла с того момента, как я ее купил, ну, это примерно, там, год-полтора, вот так, ГМК Норникель, здесь написано плюс 8,27, но это неправильно, потому что я купил давно-давно-давно одну акцию за 16 тысяч рублей, сейчас она стоит, там, 23 тысячи рублей, то есть она сначала выросла в 2 раза, потом я, потом она упала немножечко, я купил еще одну акцию, сейчас у меня 2 акции ГМК Норникель, первая из них, это 16 тысяч рублей, пока я ее продержал где-то полтора года, еще полтора года продержу, тогда уже буду думать, продавать или нет, потому что, если я продержу ее, если я не продам ГМК Норникель, ни одну акцию, то спустя 3 года после покупки первой акции, я не заплачу налог на курсовую разницу, вот так. Теперь, АФК-система, ну, примерно аналогичная ситуация, здесь 94% за все время я получил доходность, вот такая доходность, и вот здесь, вот Тата Моторс, например, да, плюс 271% доходности, сейчас она падает, было больше 300% доходности за все время, то есть я ее держу больше полутора лет. Вот такие активы, да, на что я еще хотел обратить внимание, вот, смотрите, вот есть такая акция Яндекс, ну, вы знаете, наверное, эту компанию Яндекс, НВ, это, она у меня идет как иностранная компания, потому что она зарегистрирована в Нидерландах, ну, вы знаете, там конфликт был и так далее, это была российская компания, сейчас числится как нидерландская компания, на самом деле российская, вот, но, на что я хочу обратить внимание, я купил Яндекс, Яндекс вообще не дает никакой дивидендной доходности, ноль, мы молока не видали пока, то есть он пока еще не давал никакой доходности дивидендной, но я ее держу из-за чего? Из-за того, что Яндекс, это технологическая компания, и она очень быстро растет, и вы знаете, что, ну, вот, за период пандемии, сейчас, вообще говоря, технологические компании дают самый большой рост, и это расширяющийся бизнес, здесь непочатый край работы, то есть есть варианты для расширения бизнеса, и Яндекс почему не выплачивает дивиденды? Да потому, что в интересах акционеров, чтобы Яндекс не выплачивал дивиденды, а вкладывал полученную прибыль в новые проекты, которые принесут еще большую прибыль в дальнейшем, поэтому здесь не нужна дивидендная доходность, здесь нужна именно акция, которая растущая, и еще один момент, посмотрите, у меня портфель очень маленький, тут всего, ну, вы видели, тут миллион шестьсот рублей, на самом деле, так сказать, ну, у меня на других еще есть, так сказать, другие тоже, на других счетах активы примерно с аналогичной структурой, у меня, по крайней мере, пока еще, ну, маленький портфель, поэтому он достаточно агрессивный, поэтому есть такие акции, которые не приносят дивидендной доходности, поэтому есть такие облигации, которые дают повышенную доходность, что будет, какая цель, смотрите, ну, что такое 58 тысяч за год, это мы уже посчитали, значит, если поделить на 12 месяцев, то получается, ну, где-то 5 тысяч рублей в месяц, поэтому для того, чтобы портфель приносил такую дивидендную доходность, на которую можно жить, ну, скажем, там не 5 тысяч рублей в месяц, а хотя бы 50 тысяч рублей в месяц, что надо сделать, надо сделать так, чтобы этот портфель был в 10 раз больше, то есть не миллион 600, а 16 миллионов рублей, и кажется, где же мы возьмем 16 миллионов рублей, да нигде мы не возьмем 16 миллионов рублей, надо просто брать и откладывать эти деньги регулярно, как я рассказывал, когда вот рассказывал про табличку стратегии накоплений, мы просто вкладываем их, ну, как бы планомерно, регулярно, каждый месяц, по сильную сумму в эти активы, а активы растут, и в табличке стратегия накопления было принято, что активы растут со скоростью, там, 15-18% в год, 15-18, да, то есть там вот рассчитано, и при этом через, при таком росте среднем, получается, что через, сколько там, 10 или 15 лет, там, в зависимости, каждый может посчитать по-своему, я уже считал, ссылку на это видео вы можете увидеть вон там, прямо сейчас, я недавно провел вебинар на эту тему, прямо вот вообще все классно рассказал и показал, смотрите, то есть мы вкладываем небольшие деньги по 5 тысяч в месяц, ну, в течение, это получается 60 тысяч в год, в течение, там, 10 лет, 60 тысяч в год умножаем на 10 лет, получается 600 тысяч мы вложили, и в результате вот такой инвестиционной стратегии, такой стратегии, получается, что через, там, 15 лет у вас будет сумма на счете больше 6 миллионов рублей, за счет чего она появится, за счет того, что активы растут сами, за счет вот этой вот самой курсовой разницы, поэтому не надо думать, что 16 миллионов это такая страшная сумма, на самом деле надо просто брать и делать, брать и делать, и деньги незаметно будут расти, и деньги будут незаметно увеличиваться, незаметно для вас, в начале это будет медленно, там тоже показано, вот в том видео, в котором я вот туда показал, показано, что в начале это рост небольшой, поэтому в начале, в начале этого периода лучше откладывать побольше, прямо сейчас, а вот потом можно и приостановиться, и притормозить, но потом вы уже привыкнете и уже не будете тормозить, потому что вам понравится тот результат, который у вас получается. Какой вывод можно сделать? Вывод можно сделать такой, что, когда надо начинать инвестировать? Прямо сейчас. Какие суммы инвестировать? В начале, чем больше, тем лучше. И не обращать внимания на дивидендную доходность, надо выбирать акции с максимальным потенциалом роста, и вообще даже, в общем-то сказать, ну не особенно задумываться там, вот о доходности, просто брать и делать, брать и делать, главное не изымать. Вот вы видели на том графике, где активы, вы видели, что у меня активы, ну, они увеличивались, увеличились, и потом раз, они уменьшились. Ну, что делать? Жизнь такая, приходится иногда тратить деньги, потому что, ну, большие покупки, большие траты, они тоже нас сопровождают. Вы знаете, что у меня вот, ну, дочь в этом году поступила, и, ну, затраты были, короче говоря, на это дело, поэтому активы немножечко уменьшились. Ну, что делать? Значит, будем дальше продолжать это дело. Жизнь продолжается, то есть, смотрите, мы где-то откладываем, откладываем, но не получилось, там где-то вот нужны деньги срочно, мы всегда можем их изъять, какую-то сумму временно, там, истратить, потом снова, потом снова вкладывать, вкладывать, вкладывать. Но самое главное, не вкладывать, не изымать все. Я очень вас к этому призываю, я очень вас к этому призываю, не изымать все, потому что потом опять вы начнете, ну, как обычно, как белка в колесе, я вот всегда раньше делал, накопил там 50-100 тысяч, я считал, что больше мне не надо, поэтому, когда у меня появлялась большие деньги, я куда-то их, там, то ли машину менял, то ли еще что-то делал. Вот, у меня было на счете где-то в районе, там, от 50 до 100 тысяч всегда. А сейчас вы видите, там, значит, ну, в районе 2 миллионов есть, и этого очень-очень мало, я это понимаю, поэтому я стараюсь вкладывать сейчас, чем больше, тем лучше, так же, как я рассказывал, и вам всего этого советую. Я надеюсь, что вы примете к сведению мои вот эти вот советы, вы поймете, вот, как все это происходит, и начнете, наконец, инвестировать. А как инвестировать? Это очень просто, надо просто открыть брокерский счет, если вы еще не открыли, напишите, пожалуйста, если вы еще не открыли, откройте брокерский счет, вы можете зайти, вот, там, опять же, будет ссылочка, у меня демитков.юр.ком, и там просто нажать на кнопочку «Открыть брокерский счет», и там я расскажу все, как открыть брокерский счет, как его пополнить, как его выводить без комиссии, и более того, я вам могу сказать, что если вы откроете этот брокерский счет по моей рекомендации, которую вы получите на почту, после того, как нажмете на эту кнопочку, то, в общем, сказать, за вами будет закреплен один из лучших менеджеров, и вам обеспечено хорошее обслуживание, это уж точно я гарантирую, это абсолютно бесплатно, вот, и что это будет? Это будут, ну, начальные уроки из курса «Биржа для чайников», вот, что я хочу сказать, и вы их получите, вы можете посмотреть, если вы хотите научиться выбирать самостоятельно акции, если вы хотите самостоятельно выбирать облигации, вообще разбираться во всем этом, то для вас курс «Биржа для чайников», если вы не хотите самостоятельно разбираться, пожалуйста, есть у меня абсолютно бесплатный плейлист, портфель 100 тысяч рублей, вы это получите в виде бонуса, пожалуйста, если нажмете на эту кнопочку, я вам его предоставлю, сразу после того, как вы откроете брокерский счет, и оставайтесь на моем канале, собственно говоря. Ну, а дальше будем вместе делать денежки, будем вместе создавать источники пассивного дохода, сейчас я этим активно занимаюсь, у меня сейчас вообще бешеный проект, и кажется, все получается, то есть источник пассивного дохода будет приносить, ну, такой источник, который вообще не требует вложений денег, или почти не требует, то есть там какие-то минимальные абсолютно деньги, и кажется, он будет работать. От этого я испытываю полный кайф, уже все в основном построено, сейчас я просто провожу цикл, как бы, ну, вот эту работу доделываю, и если вы не смотрели еще тот мастер-класс, который я провел недавно, посмотрите, пожалуйста, запишитесь на него, и все будет. Где записаться, тоже ссылочку вы увидите, в описании к данному видео мастер-класс, вы посмотрите его, там вообще потрясающе у меня получилось, что вы сможете задавать вопросы, будете получать ответы, мне это тоже очень интересно. На сегодня все, давайте, друзья, подключайтесь, делайте, подключитесь к мастер-классу, это вообще просто вот бомба, я вам обещаю, и эта бомба будет совершенствоваться, сейчас я этим занимаюсь, мастер-класс будет продолжаться, будет целая серия мастер-классов. Ну, а на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демятков Юрий, до встречи. До встречи.